Песники строились в серии из 32 единиц. Во второй половине 70-х они были во всех противолодочных соединениях и стали самыми ходовыми кораблями советского флота. Дальность их плавания 4600 миль. Впервые превзошла радиус поражения ракет подлодок НАТО. Отныне экипажи субмарин перестали чувствовать себя безнаказанно в районах боевого патрулирования. Подводники американские, они чувствуют, когда слежение за ними не начинается. Они стараются уйти, применяя всякие способы уклонения. Маневрируя по глубине, они выходят из района. Чтобы уклоняться от атак буревестников, американские подводники срочно изменили тактику действий. Одним из наиболее эффективных приемов стал так называемый прыжок дельфина. Стремительное выпрыгивание субмарины на поверхность воды. Это резкое аварийное всплытие лодки одновременно с дачей полного хода. Особенное беспокойство морякам-тихоокеанцам доставляла разведывательная авиация США. Ее самолеты совершали 2-3 вылета в сутки и курсировали вдоль дальневосточных границ СССР. В полетах они обследовали огромную территорию от Приморья до Чукотки. Осуществлять противовоздушную оборону отрядов советских кораблей в море также входило в задачи буревестников. Во второй половине 70-х ВМС США переклассифицировали все 24 ударных авианосца в многоцелевые. Каждый из плавучих аэродромов нес 144 тонны атомных бомб и 4000 тонн обычных боеприпасов. Являясь носителями палубной авиации, авианосцы способны наносить удары ядерным и обычным оружием в радиусе до 1200 километров. Для самообороны авианосцы вооружены зенитными ракетными комплексами СИСПАРОУ и артиллерийскими комплексами ФАЛАНГС. Чтобы срывать удары палубной авиации, советскому ВМФ требовались новые средства поражения авианосцев. В Северном ПКБ была проведена первая модернизация сторожевых кораблей типа буревестник. Проект получил номер 1135М. На замену полуавтоматическим пушкам калибра 76,2 мм пришел новый артиллерийский комплекс АК-100, созданный в ленинградском КБ «Арсенал». Это универсальная пушка, причем полный автомат. Это вот представь себе, как вы стреляете, да, из Калашникова, понятно, что такое автомат, это всем понятно. Вот тоже самое стреляла эта пушка, только калибр 100 мм. Вот, скорострельность ее 60 выстрелов в минуту. Секунда выстрел. Аналогов, честно говоря, такого калибра в иностранцах нет. Вместо метели конструкторы дубнинского КБ «Радуга» предложили новый комплекс «Раструб». Благодаря графике вы впервые можете представить принцип действия уникальной ракеты-торпеды. В отличие от метели, «Раструб» может поражать не только подлодки, но и надводные корабли. Ноу-хау комплекса состоит в том, что торпеду к цели доставляет ракета. В расчетной точке по сигналу корабельной станции торпеда отделяется и приводняется на парашют. Погрузившись на заданную глубину, она осуществляет поиск субмарины акустической системой наведения. Захватив лодку, торпеда устремляется к ней и поражает ее. Задача уничтожения надводных кораблей была решена установкой радиолокационной системы самонаведения. Авианосцы и крейсеры противника ракета может поражать без отделения торпеды двойным ударом. На корабле установлен главный комплекс, универсальный ракетный комплекс «Раструб» с ракетоторпедами. Главное достоинство этого комплекса – это быстрая доставка боеприпаса к цели. В дополнение к «Раструбу» сторожевой корабль имеет два четырехтрубных торпедных аппарата и две реактивных бомбометных установки РБУ-6000 «Смерть». В отличие от своего сухопутного аналога, предназначенного для поражения наземных целей, глубинные бомбы морских установок применяются против субмарин. Я РОСА, готовность один. РОСА, я мой за прием. Майка, я РОСА. РОСА, пуск! РОСА, пуск! Совершенно секретно. 20 июня 1982 года. Москва. Министру обороны СССР Дмитрию Устинову. В боевых действиях между Аргентиной и Англией в Атлантическом океане британский флот потерял шесть крупных кораблей. Эсминец «Шеффил» был потоплен ракетой «Экзосет» в период проведения сеанса космической связи с Лондоном. В момент подлета ракеты на корабле во избежание взаимных радиопомех были отключены станции наблюдения, что привело к ослеплению эсминца. Начальник главного разведывательного управления генерального штаба вооруженных сил СССР генерал армии Петр Ивашутин. Эта информация потопнула командование советского флота к серьезным выводам. Стало ясно, что для эффективной борьбы с противником необходимо срочно усилить совместимость радиоэлектронных средств, установленных на буревестниках. Задание получила Северная ПКБ, генеральным конструктором которого к этому времени стал Владимир Юхнин. Вот эти самые новейшие моменты в кораблестроении, которые родились уже, так сказать, в последние десятилетия, это вот физические поля, шумность, тепловые поля, так, это радиопротиводействие, РЭП, это электромагнитная совместимость, которую тоже нужно было все заблестить, она была впервые вот как бы на этих кораблях 11-35 решена, внедрена и, в общем, дала хороший результат. Среди фрегатов буревестник не имеет себе равных по насыщенности не только вооружением, но и радиоэлектронными средствами. Для борьбы с крылатыми ракетами противника впервые на сторожевом корабле разместили комплекс постановки ложных помех. Она конструктивно выполнена в пакете 16 труб, в которых находятся снаряды 82 миллиметра. Каждый снаряд оснащен уголковыми алюминиевыми отражателями. То есть они делают завеску против... В декабре 1983 года из гавани Керченского судостроительного завода вышел и взял курс на Дальний Восток необычный корабль. На первый взгляд он напоминал буревестник, но его вооружение было совершенно иным. Это был пограничный сторожевой корабль «Меньжинский», созданный Северным ПКБ по заказу морских войск КГБ СССР. Он проектировался на базе известного сторожевика. Для наших пограничников, в связи с тем, что нужно было охранять 200-мильную зону, причем, прежде всего, на Дальнем Востоке, где, так сказать, и ресурсы, и недры, все, значит, это довольно дорого, и они, так сказать, бесконтрольно расхищались там. Значит, вот было принято решение построить, значит, вот корабли для пограничников. Это, кстати, тогда были, был самый маленький корабль, уже с вертолетом. Кроме того, вместо противолодочного комплекса в носовой части корабля установили артиллерийский комплекс АК-100. Был оставлен и один зенитно-ракетный комплекс ОСА. Оборонительное вооружение усилили двумя шестиствольными 30-мм автоматами. Семь из девяти кораблей этого проекта были направлены с Черного моря на Тихий океан. Прочность границ в районе Севастополя попыталась проверить турецкая субмарина проекта 209. Субмаринка, проникшая летом 1987 года в терводы около Севастополя, была создана в Германии и являлась одной из самых малошумных в мире. Но уйти от советских противолодочников ей не удалось. Трое суток слежения за ней вели самолеты и корабли, в том числе СКР «Безаветный», пока не вытеснили субмарин. Информацию о ее принадлежности советские моряки получили через две недели при весьма необычных обстоятельствах. Мы пошли с официальным визитом, первым официальным визитом за 14 лет в составе БПК «Отчаков» и СКР «Безаветный». Мы пошли в Стамбул, и у нас была группа подводников, курсантов. И, в общем-то, они сказали, что это да, что подводники ходили по РЭГЛе несколько дней, и говорили, что акустика у нашего корабля очень хорошая. Способность сторожевых кораблей проекта «Буревестник» следить за кораблями вероятного противника до 30 суток связана с его уникальной энергетической установкой. За ее характерный мелодичный звук «Буревестники» называют поющими фрегатами. Сердце корабля — уникальная газотурбинная установка, которая управляется с помощью так называемого машинного телеграфа. Два маршевых и два форсажных двигателя развивают мощность 56 тысяч лошадиных сил, что сопоставимо с тягой стратегического ракетоносца Ту-95. Это повысило экономичность энергоустановки на 25%. Кроме того, турбины с газовым реверсом позволяют «Буревестнику» развернуться буквально на пятки. Не случайно после него газотурбинные установки нашли широкое применение на большинстве надводных кораблей военно-морского флота. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова